Я хотел вам рассказать о каком-то личном опыте, опыте, связанном с предсказанием, и разделить две вещи, то есть предвидение и предчувствование. Это разные вещи. Предвидение – это достаточно рациональный анализ и рациональный вывод, а предчувствование – это, может быть, тоже такой анализ, но идущий неосознанно и потом выступающий в виде такого эмоционального всплеска, который, оказывается, происходит такое раскрытие реальности, она разрывается и видно будущее. Такое состояние в моей уже длительной жизни у меня бывало, и я иногда видел что-то важное. И для такого состояния человека, который способен к такого рода действиям и чувствам, движениям психики, очень важно оставить барьер и стараться, чтобы это не обращалось против самого человека. Потому что тогда не против человека, а против самого себя, потому что когда человек предсказывает собственное будущее, это может быть ужасно, а потом это почти всегда бывает элемент креационизма. То есть не совсем ясно, это предсказание или это планирование. Поэтому лучше, вот в этом случае, лучше ставить блок и гнать эти мысли. То есть предсказатель, он похож на такого доброго волшебника, который очень могущественный, но он не может ничего сделать для себя. Иначе его волшебство исчезнет. Субтитры создавал DimaTorzok